Добрый день, уважаемые коллеги! Тема нашей пресс-конференции это рейдерский захват и беззаконие, которые происходят вокруг строительной компании ЕРТАУ. Представители компании сегодня директор Мурат Баймурзайевич Тасов, советник директора по правовым вопросам Ишанов Мухтар, а также адвокат Маджанов Еркенбек и Рахмагалиев Жасулан. Я буду сегодня модератором. Меня зовут Жанат Сначала давайте перейдем к рассказу о том, что произошло вообще в целом. Сразу бірденен сыпты, мысалға жерді сатыбалат, ақшасын, жерді сатыбалат, сол жер бойынша уйздер жаң құрысын бастай, содан кейін, со баставатқан кезде, ар жалғастыру үшін, жаңағы падриады, аргенде организация, жаңаға нұрлы жол, не, жолмед? Нұрлы жол. Бұл келет, біз давай көміктесеміздейті ағын, бұлар қайтады. Бұлар алатында доғыр намерен едей, бұлар бүжерді. Ана, сіздер бірінші келіңіздер, апа алқыңыз көрсетіңіздер, жаңағы мүмкішіліктеріңіз барма, крандарыңыз көрсетіңіздер, деп, бір айға доғыр жасай, бұлар алатында жаңағы қазір ол әскеріңіздер үстіне қылмысықыс қозғалған, басқа екі әбекті бойыншы, әскеріңіздер бір, әскеріңіздер үйекі деген. Сол бойыншы қылмық қазір қамауды жатыр. Сол адамдар қасында дерге чөптегің қатысы құл күлкенмен бір келетті, ана бір айлық доғырды пайдаларатты, алай ақты жолмен алаттай квартирінің саташды. Бұлар феврал әйінде біліп қойады, жерма бесіне, бөкіл құққорға ұрғындарына, мұна әкімшілікке, қалалық бәріне, ғасқығе, контрол жасайтын, мысалға, жаңағы бақылау жасайтын, құрылысқа сону бәріне қатчасады, олар бір-біріне жаңағы қағазы лақтырады, сөйтіп жүлітті жаңағы долшықтың өліскерлерінің сан көбейті болады, искустыңы әдей сөйтетті, содан кейін көбейті болғаннан кейін барып, мына жаңағы ертауға мәселені қоя бастайды. Енді өшерді айта кететіндерсе, төрт соттың шешімі бар, мәселе ертауға байландасты. Вот в чем вопрос. Первый, то, что этот самый есть, который сами покупают землю, сами начали строить за свои средства. В это время появляется этот самый лжеподрядчик Нурлужял, который собственниками является Аскерово, когда сейчас в данный момент возбужден уголовный дел по двум делам за мишене, именно такие. Вот чтобы покрыть тот расход, они пришли на Ертау, и начали на месяц, используя вот этот договор, намерение на месяц, который должны было проверить, этот берут и сразу же с этого декабря месяца начали без их ведома, начали этот самый продавать. Первоначально всего там не дохватает 15-20 человек, дольщиков, а вот потом сразу в феврале им стало известно, и будет обращаться, они обращались к правоохранительным органам, и этот самый государственный орган, который Ахимата, что идет мошенничество, здесь нарушается закон, нет, они друг друга отписывают и искусственно увеличивают это самое количество вот этих дольщиков. Вот здесь непонятно, кто здесь заинтересован, какие заинтересованы, как так можно, когда вообще никак не вложили, и это самое ответственное получается. Вот дальше юристы, наверное, дальше расскажут, чтобы один не выступал. Уважаемые представители СМИ, я начну с предисловия, когда вот вы имеете квартиру, и каждый из вас делает там ремонт, вы привлекаете туда подрядчика. Подрядчик найдет какого-то покупателя и продаст вашу квартиру, произойдет мошенничество. Вы обратитесь в полицию, покупатель обратится в полицию, вы обратитесь в суд, но придет казахстанский суд и скажет, что хорошо, квартира теперь покупателя, а вы, как собственник этой квартиры, которая устроила там ремонт, идите, пишите заявление в полицию. И в итоге, что вы сделали не так, в чем вы виноваты? В том, что вы устроили ремонт, в том, что вы туда позвали подрядчика, который там недобросовестно по отношению к вам реализовал эту квартиру. Здесь происходит смена потерпевшего, то есть вместо одного потерпевшего появляется второй потерпевший и ущерб гасится за счет второго потерпевшего. Поэтому, когда мы говорим о рейдерстве, это не всегда какой-то захват, налет, бандиты какие-то, группировки. Оказывается, рейдерство можно сделать чисто на бумаге. И при детальном изучении данного материала, я относительно недавно участвую в этом деле, то ЕРТАУ является собственником земельного участка, шести земельных участков, которые находятся в частной собственности. Государственные акты на руках. Они не были выданы государством, это не отвод, это частная собственность. Поэтому никто не имеет права быть лишенным этого имущества, иначе как по решению суда. Это первый принципиальный подход. Следующее. ЕТО ЕРТАУ строит каркас здания. Когда говорится о 35%, прошу прощения, мы имеем в виду, что стоит каркас здания. Между тем, хотелось бы отметить, что стоимость этих земельных участков сегодня составляет 836 миллионов 400 тысяч тенге. Почему такое произошло? Я, вот как только что коллеги отмечают, это потому что сюда влез Акимат со своей межведомственной комиссией. Он пришел и говорит, мы должны удовлетворить требования дольщиков, мы не будем разбираться, с кем они там работали, значит, надо им отдать их квартиры и выносить решение. Базируется на двух конкретных критериях. Первое. Нужно забрать незавершенный объект у недобросовестного застройщика, в чем я категорически не согласен, еще никто не указал и никто не доказал, что застройщик является недобросовестным. Нет у нас на данный момент какого-либо приговора суда, либо решения о том, что у нас застройщик там находится под следствием, или его арестовали, или суд произошел, или его осудили. Поэтому первое решение уже является несоответствующим действительности. Второе. Стоит вопрос о передаче и изъятии земельных участков, находящихся под отводом. Я не знаю, почему они так написали, видимо, может, шаблон какой-то был, но в нашей ситуации, как я уже отмечал, у нас земельный участок находится в частной собственности. Он не находится под отводом. Поэтому в данном случае уже нарушаются конституционные права ТОО и ЕРТАО. Поэтому, а когда мы ставим вопрос об обжаловании этого решения Межведомственной комиссии, то нам сразу говорят, что это, извините, не административный акт. Это решение рекомендательного характера, то есть не подлежащее обжалованию в рамках АППК, административного процессуального кодекса. Суд, по моему мнению, должен был выяснить, чей земельный участок, а можно ли так сделать, а почему у него стоит задача удовлетворить иск прокурора. Вот им просто удовлетворяет. И я вот как бы всегда говорю, что у нас не должно быть, когда судом управляют эмоцией. Нужно просто детально посмотреть, соответствует ли решение МВК, Межведомственной комиссии, текущей ситуации, текущей обстановке, текущим обстоятельствам. И если суд откажет виски прокурора, в этом нет ничего плохого. Это наоборот суд покажет свою силу, скажет, проявит объективность в рассматриваемом случае. А теперь сейчас мой доверитель находится в судебной петле. Решение МВК он обжаловать не может. Земельные участки по какой-то причине сейчас требуют дольщики как бы забрать. Он является добросовестным застройщиком, еще никто его не признал таковым. Обратного не доказано. И он как заказчик, на самом деле, исходя из гражданского кодекса, имеет право поменять подрядчика, привлечь другого подрядчика и достроить объект, как это было задумано в его проекте. А сейчас вот как бы случилось то, что вы как бы сейчас наблюдаете. И если такую ситуацию оставить как бы без изменения, если не обратить внимание генерального прокурора, администрацию президента, Верховный суд, то создастся прецедент, когда у любого застройщика, у любого буквально, можно пойти забрать объект вместе с земельным участком. Из-за кого? Из-за какого-то третьего лица. Он пришел, использовал у вас объект как приманку, заключил там договора, привлек кучу дольщиков, а потом через МВК, извините, ну вот как бы давайте все заберем. В чем Тойертова виновата? Ни в чем. А сегодня у него забрали этот объект, имущественный вопрос стоит. Поэтому мы сегодня говорим о рейдерстве вот такого формата.